Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УВД по городу Сухом продолжают встречи с учащимися школ с целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В УВД по городу Сухом четыре штатные единицы, четыре инспектора, которые зонально распределены по всем средствам города Сухом и территориально прикрепленные к нему участки. Каждый инспектор согласно графику посещает те школы, которые обслуживают, проводит профилактическую беседу, ходит по классам, проверяет вместе с педагогами-организаторами по воспитательной части и с директорами уборные. Для выявления лиц, которые могут употреблять табакосодержащие вещества, электронные сигареты для их выявления и дальнейшей работы с ними. Также проводятся беседы по поводу успеваемости, посещаемости, поведения, об уставе школы и надлежащем виде ученика. Встреча с подростками в школе и проведение плановых профилактических бесед является неотъемлемой частью работы ПДН. Сотрудники настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха. Они напомнили школьникам о вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснили, чем опасны эти пагубные привычки. Однако в последнее время проблема курения табака, никотиносодержащих и электронных сигарет приобретает серьезные масштабы. Усугубляет ситуацию тот факт, что электронные сигареты сегодня находятся в свободном доступе для школьников. МВД планирует предпринимать меры для ограничения доступа несовершеннолетних к приобретению электронных сигарет. Наиболее острая проблема сейчас мы стали сталкиваться, инспекторам, по поводу курения. Особенно электронные сигареты, которые доступны каждому. Любой человек, любой ребенок может прийти в магазин, приобрести без старшего и без каких-либо соответствующих документов. Одной из наиболее актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди несовершеннолетних и повышение эффективности их профилактики. Если говорить о том, что несколько лет тому назад инспектора могли в неделю, раз-два посетить школу для данной работы, сейчас мы ежедневно проводим такие мероприятия, как по классу, как посещение школы, это ежедневная работа стала. Также инспектора по делам несовершеннолетних проводят во время учебных занятий рейдами мероприятий, как на центральном рынке, в парке, так же и по намеркам, для выявления лиц, те, которые уклоняются от учебных учебных времени и посещают школу. Хочется надеяться, что данное мероприятие не прошло даром и ребята запомнили основные правила поведения в школе и за ее пределами. Инспекторы ежедневно проводят работу с учащимися школ, однако сотрудники напоминают молодым людям, что их жизнь зависит только от них самих.